Новости на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. Турнир по стрельбе из лука Кубок Западной Армении 2023. Вопросы армян Западной Армении. Уроженцы Западной Армении Егия Кишишан. В отношении высокопоставленных чиновников Азербайджана должны быть введены санкции. Заявление Комитета Сената США. Восточная Армения, Иран и Индия работают над проектом Международного транспортного коридора Персидский залив Черное море. Выставка коллекции Музея ковров Шуши. Книга Айотс Кашатак. 13 и 14 мая 2023 года состоится ежегодный турнир по стрельбе из лука Кубок Западной Армении 2023. Турнир пройдет в Ереване по инициативе почетного консула Западной Армении в Лос-Анджелесе руководителя Рефедерации стрельбы из лука Армана Григоряна под высоким патронатом президента Западной Армении Арминаком Абрамяном. В турнире примут участие молодые юноши и девушки в возрасте от 10 до 18 лет из Еревана и прилегающих районов. Общее количество спортсменов 18. Рассчитаны три призовых мест. В первый день турнира по стрельбе из лука состоится церемония открытия. С речью выступит президент Западной Армении Арминак Абрамян и почетный консул Западной Армении в Лос-Анджелесе руководитель Федерации стрельбы из лука Арман Григоряна. Среди гостей будут присутствовать ученики школы стрельбы из лука в лот бесплатный, адрес Ереван, улица Ширака, 40 и подром начала турнира в 10.00. О результатах турнира телеканал Западной Армении объявят в следующем эфире. Всем удачи и хорошей игры! Абдул Гамид в своих мемуарах коснулся цензуры, бушующей в годы его правления. Иногда люди, посланные в Европу, привозят с собой в Турцию в вредные мысли, пытаясь показать преимущество европейской цивилизации. Я не могу судить их за неправильную жизнь, но я обязан предотвратить передачу этого другим. Некоторые молодежь, отправленные в Европу, знакомясь с французской революцией во Франции, провоцируют народ на восстание, считая это патриотизмом. Конечно же, я не могу этого позволить, и они, как враги моей страны, называют меня красным султаном. Именно здесь действовала цензура, и я запрещаю лишь публикации такого содержания, а в сфере науки я продвигаю и благодарю от имени государства. На самом деле, неоспоримым фактом является то, что кровавый султан жестоко преследовал прессу. При нем были закрыты множество печатей, несколько издаваемых газет были призваны прославлять его личность, внутреннюю и внешнюю политику. Школы были взяты под строгий контроль. Преподавание армянской истории и географии было запрещено во всем Константинополе. Клиники, посвященные данным предметам, были конфискованы и сожжены. Учителя и авторы подвергались наказанию как преступники. В мемуарах Абдулгамид коснулся реальности армянского опроса, который постоянно муссировался в европейских газетах, где общество настроили против него, назвав его красным султаном. В разделе мемуаров под названием «Красное животное» пишет. Так его впервые назвал французский философ и литературный деятель Пьер Каир, который, приехав в Константинополь в 1893 году, посеял в армянских школах злобу и раздор. В 1893-1996 годах работавший Константинополь Киар был одним из немногих французских современников, который на начальном этапе резни армян в Западной Армении находился в Османской империи. Там его приглашают на работу преподавать французский и латынь в одном из армянских училищ Беры. Интерес Киара к судьбе армянского народа в значительной степени способствовали начавшиеся в 1894 году дружеские отношения и тесное сотрудничество с Аршаком Чопаняном. Параллельно с уроками философии и литературы в армянских школах Стамбула Киар также давал уроки по освобождению от турецкого ика. Абдул-Гамид связывает возникшие проблемы в Сосуне и Зейтуне с именем Каира, обвиняя его в антисултанской освободительной пропаганде среди армянского народа. Мишенью выступления Киара становится армянофобский образ Абдула Гамида II, которого он считает организатором армянских погромов, называя его великим убийцей, красным зверем, императорским разбойником, чудовищным зверем в человеческом облике. Его кровавое величество. Обращаясь к проблеме борьбы армянского народа за выживание, Киар не ограничил свою деятельность публикацией научных работ. Киар развернул плодотворную публицистическую деятельность. Уроженцы Западной Армении Егия Кишишан. 24 сентября 1981 года состоялась операция ВАН. В этот день комитетом Егия Кишишан была осуществлена операция армянской секретной армии по освобождению Армении Ас-Салаб под названием ВАН. Егия Кишишан родился в Тегеране. Автор и организатор ряда действий. 17 марта 1981 года тяжело ранен перестрелки в Тегеране. Вопреки заверениям иранской стороны об освобождении Егия Кишишана на государственном уровне, 17 сентября того же года Кишишан был расстрелян в известной столичной тюрьме Эввин Тегерана. Всего через неделю, в четверг, 24 сентября, отряд смертников Егия Кишишан захватывают турецкое консульство в Париже, осуществляя историческую операцию ВАН. Вашингтон вместе с оказанием давления на Баку с целью открытия Бердзорского коридора должен нести санкции в отношении высокопоставленных азербайджанских чиновников. Как сообщает Арминпресс, такое заявление сделал Комитет по международным отношениям Сената США. Через 150 дней блокады Баку-Арцаха становится ясно, что Алиев создает гуманитарный кризис и отключает подачу электроэнергии в критически важных объектах инфраструктуры. Вместе с оказанием давления на Баку с целью открытия Бердзорского коридора на столе должны быть санкции против высокопоставленных азербайджанских чиновников, говорится в сообщении в Твиттер. Комитет Сената по международным отношениям приложил к Ноте сообщение о том, что Арцах уже пять месяцев находится в осаде, продолжается отключение газа и электричества, а крупнейшее в регионе водохранилище уже истощено, что грозит оставить регион без гидроэлектростанции. Восточная Армения, Иран и Индия ведут работу над проектом международного транспортного коридора «Персидский залив-Черное море». Индийская сторона рассматривает Армению в качестве моста, при помощи которой товары из Индии смогут выйти на многомиллионный рынок ЕАЭС. Об этом спутник Армении заявил президент индийской торговой и экономической организации Асиф Игбал. По его словам, вопрос обсуждается на уровне лидеров трех стран, однако к проекту планируется привлечь и частный сектор. Индия готовится стать страной-наблюдателем ЕАЭС в 2024 году. Это еще одно обстоятельство, которое позволит отглубить сотрудничество с Арменией на всех треках, в том числе оборонном, сообщил Игбал, добавив, что в ближайшее время при посольстве Индии в Армении будет назначено атташе по вопросам обороны. Музей ковров города Шуши и ковры Арцах Карпета в Ереване организовали выставку Карпета возле кинотеатра «Москва». За несколько дней до падения города Шуши в ходе 44-дневной Арцахской войны часть находящихся в музее Карпетов удалось вывести. С 20 февраля ковры Арцаха выставляются в Ереванском национальном музее-институте архитектуры имени Александра Томаняна. Музей ковров Шуши был единственным в мире, где происхождение всех образцов ковров четко указано. Возможно, в музеях других стран могут быть более старые и ценные ковры, но их происхождение не ясно, так как они не были приобретены от первоисточника. Коллекция ковров принадлежит уроженцу Арцаха, экономисту-юристу Вартану Ассатряну. Благодаря инициативе Ассатряна ковры ручной работы, являющиеся визитной карточкой Арцаха, удалось сохранить и представить миру как культуру Арцаха. В Шушинском музее было 300 ковров, из которых удалось перевестись в 170. 120 ковров остались захвачены врагами музея города Шуши. Книга «Айотс Кашатах» – итог почти 30-летней кропотливой работы педагога-журналиста-исследователя Зограба Еркуяна. Ценная книга-альбом издана под поручительством издательского совета Первопрестольного святого Ичмядина. Как отмечает автор, нынешний Кашатахский район был лишен армян в 1750-1920 годах, в некоторых местностях – в 1950-80 годах. В результате Арцахской войны 1992-1993 годов территории были освобождены, вскоре территории вновь заселились армянами. Выяснилось, что, несмотря на то, что завладевшие нашей страной разрушили и полностью уничтожили церкви и могилы населенных пунктов, тем не менее в исторических поселениях сохранились вековые свидетели, рассказывающие об армянах – монастыри, церкви, часовни, кладбище с хачкарами, надгробиями, мосты, мельницы и родники. Также много гробниц и поселений дохристианского периода, крепостей, пещер для отшельников. В двухстраничном историческом обзоре книги также представлены укрепленные роды Мелик Айказян Кашатак Ашхар в начале XV века. С античных времен из библиографических летописей свидетельств историков, дошедших до наших дней. Из завершений новостей послушаем музыкальное произведение. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok